Продолженное краткое название замечаний не вызвало, поэтому повторю его во второй части. Определение независимой показывает, что контроль может осуществляться в любой части электрических цепей. Развернута тема была определена как? Дифференциальная защита электропитания с независимым размещением контролера напряжения групповых и распределительных линий. Выделю красным то, что для следующего решения, то есть во второй части, управление будет осуществляться по радиоканалу. Напомню нашу исходную позицию, а именно проводной прибор, который мы тестировали. Он состоял из реле напряжения и таймера. Такой денонсатор реагировал на перенапряжение или падение напряжения и передавал сигнал на отключение полузащитному проводнику. Вот, тут наша задача заключается в отказе от использования какого-либо проводника. Замену проводной связи на радиоканал мы уже неоднократно выполняли, поэтому пойдем проверимым путем. Заодно ответим на вопрос, что делать, если защитного проводника просто нет, то есть при двухпроводной схеме. Как обычно, организацию радиоканала выполним с помощью доступных компонентов радиодатчика, датчика протечки и блока управления, по сути, радиореле. Модели этих устройств указаны в тексте к фильму. Исполнение компактное, разместить в щите или ином месте будет несложно. Нам важно, что выбранные компоненты будут на связи друг с другом на частоте 433 МГц, независимо от наличия подключений к каким-либо сетям. Wi-Fi им необходим только при начальной настройке, хотя при желании этот канал просто сохраняется как дополнительный. К слову, отмечу двойное назначение датчика протечки, который сочетается с любыми контактными приборами, контактными термометрами, реле, концевыми выключателями и так далее. Схему будем строить преобразованием нашей предыдущей разработки. Она начиналась с устройства дифференциального тока. Затем через розетки подключались два электроприемника. Реле напряжения и таймер денонсатора были запитаны параллельно, также через розетку. Контакты реле и таймера соединялись последовательно с резистором. Эта цепь управления подключалась между выводами для фазного и защитного проводников. Принцип действия такой сборки подробно рассмотрен в первой части. Теперь введем изменения. Сотрем защитный проводник. Можно было его оставить, но упростить схему до двухпроводной, полезно хотя бы для объяснения. Далее, следующим шагом, с помощью радиореле организуем управление. Для этого контакты реле будут подключать резистор в диагональ устройства дифференциального тока. Применим, можно сказать, уже типовой прием, который особых пояснений не требует. Завершаем перестроение. Остатки цепи управления первой схемы просто напрямую соединяем с входом радиодатчика. При замыкании такой цепи будет возникать радиосигнал. От него сработает радиореле. В результате отключится устройство дифференциального тока. Такты замыкания контактов будут точно такими, как в испытанном проводном денонсаторе. Посмотрим результат преобразований на макете. Здесь также нет защитного проводника. Блок розеток условно отдален от устройства дифференциального тока. Так показана возможность размещения на расстоянии от электросчета. Само устройство дифференциального тока теперь сблокировано с радиореле. В принципе, оно может управляться по радиоканалу от любого датчика или от нескольких сенсоров сигнализации. Денонсатор тоже стал радиоканальным. Это потребовало всего одного дополнения и получилось почти в прежних габаритах. Кроме того, без изменений настроек. Тестирование выполним из начального положения с присоединенной нагрузкой около 1 кВт. Подаем напряжение. Убедимся в штатном выходе на режим контроля. Освещение специально приглушено, чтобы было видно индикацию радиореле, реле напряжения и таймера. Проверяем работоспособность устройства дифференциального тока. Для продолжения возвращаем рабочий режим. Уменьшаем напряжение. Происходит срабатывание. Еще больше уменьшаем напряжение и пытаемся включить. Нет, при напряжении 120 Вольт сборка продолжает определять выход из рабочего диапазона и срабатывает. Увеличиваем напряжение до номинального и включаем. Работа в штатном режиме нормальная. Идем в сторону перенапряжения. Вновь получаем отключение. Пытаемся включить при повышенном напряжении. Как только денонсатор выходит на режим, происходит отключение. Таким образом, первый тест подтвердил действие защиты во всех ситуациях. Второй тест должен показать, что контроль напряжения достаточно чувствителен к появлению переходных сопротивлений. Так же, как в первом клипе, для этого используем вспомогательный резистор 10 Ом, который шунтируем выключателем. Подаем напряжение. Сейчас резистор зашунтирован, поэтому сборка выходит на рабочий режим. Выключаем шунт. Происходит защитное отключение. Можем убедиться, что резистор нагреться не успел. Иначе, то есть при отсутствии отключения, ситуация была бы пожароопасной. Третий тест выполнен для измерения времени отключения. Фактически повторяем предыдущий опыт. Только с помощью осциллографа в ждущем режиме фиксируем напряжение на вспомогательном резисторе. Подаем напряжение. Запускаем осциллограф. Выключаем шунт. После отключения ждем результата вычислений. Остиллограмма показывает, что шунт до отключения находился под напряжением чуть меньше двух секунд. Реле напряжения настроено на задержку в одну секунду. Следовательно, еще одну секунду можно отнести на инертность канала связи. Результат не столь выдающийся, как у дифференциальных диполей, но лучше такой, чем пожар. Завершающий тест поставим, чтобы убедиться в работоспособности при значительном расстоянии до места измерения напряжения. В паспорте радиодатчика указано, что дальность его действия 30 метров. Для проверки этого подключим наш прибор через удлинитель. Замечу, что порядок соединения проводников значения не имеет. Получилось удобно. Вилку можно ставить в любом положении. Из следующего кадра вынесли измерительную часть. Она находится на расстоянии около 20 метров, еще отделена перегородкой, кирпичной стеной дома, а также стальной обшивкой бытовки. Думаю, препятствий достаточно. Подаем напряжение. Включаем устройство дифференциального тока. Отключаем шунт резистора. Получаем ожидаемое отключение. Тест завершен успешно. В пределах квартиры или небольшого участка защита вполне работоспособна. Итак, имеем проводные радиоканальные денонсаторы для трёхпроводной и двухпроводной схемы. Ещё раз отмечу, что они позволяют контролировать напряжение в любой точке цепи. В том числе, такие приборы могут быть размещены внутри электроприёмников, например, внутри станков или серверов. Всякая удалённая установка позволит собирать более полную информацию о неисправностях, чем это возможно с помощью реле напряжения в электрощите. Продолжение следует...